МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Болельщиков ограничено, где хоккей на Алтай сыграет первые домашние матчи первенства в ВХЛ. Итак, в Камни-Наби завтра планируют запустить отопление. Соответствующее распоряжение подписал глава города. Напомним, еще в августе коммунальную ситуацию города оценивали как катастрофическую. Долг муниципалитета перед энергетиками 26 миллионов рублей. Запас топлива не сформирован, три котельных до сих пор обесточены. По сообщению председателя комитета ЖКХ Виктора Попова, теплоснабжение останется в ведении прежнего МУП. Компания почти банкрот, поэтому депутаты после двух лет обсуждений согласились поднять тариф на тепло почти на тысячу рублей. Эту разницу жителям обещают компенсировать из районного бюджета. Еще один сложный в коммунальном плане пункт – село Кусак немецкого национального района, где в январе из-за коммунальной аварии половина поселка месяц жила без тепла. Для ремонта котельный край выделил району 5 миллионов рублей, но, как отмечают местные жители, о готовности и сейчас говорить не приходится. Есть ли запас угля в сельсовете – не знают, а в районной администрации в комментарии нам отказали. В целом же, по данным Минстройтранса, готовность к отопительному сезону в крае составляет 99%. В Барнауле тепло дали также пока не всем. Участники городского паблика опубликовали видео вот такого объявления, судя по которому запуск отопления в Барнаульском доме перенесли уже четырежды. Крайняя дата – завтра. Возможно, причина – теплая погода. Правда, уже в ближайшие сутки на Алтай резко похолодает. Столбик термометра опустится до 10 выше нуля. В половине районов края не хватает медицинских работников. Вот к такому заключению пришли специалисты регионального Росздравнадзора в результате внеплановой проверки Краевого министерства здравоохранения. Причиной послужил рост числа жалоб жителей на качество оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения. За год количество обращений выросло в полтора раза, сообщается в официальном пресс-релизе Краевого Росздравнадзора. Проверка показала, в 59 районах края ФАПах не хватает медицинских работников, а 67% сельских больниц не укомплектованы необходимым оборудованием. Что касается жалоб на обеспечение льготным лекарствами, выяснилось, что Краевой Минздрав не организовал должным образом контроль за деятельностью аптек и больниц, чтобы жители вовремя получали препараты. Предписание об устранении нарушений направлено Министерство здравоохранения Алтайского края. И сегодня руководитель Росздравнадзора по Алтайскому краю Владимир Тришутин покинул свой пост. Как он сообщил нашему корреспонденту, уход связан с достижением пенсионного возраста. Накануне ему исполнилось 67 лет. С 1 октября Владимир Тришутин оставил свою должность. Сейчас обязанности руководителя исполняет его заместитель Виктор Зайцев. Продолжим. Чтобы отремонтировать километр дороги в поселке Катуни Алтайского района, его жители пытаются этот самый участок узаконить. Но вот между тем, по этой дороге ежедневно ездят десятки туристических автобусов, а также сотни легковых авто. Ездят с риском забуксовать пути или даже оставить здесь бампер. Подробности знает Ирина Харитон. Улицы Нагорная в поселке Катунь славятся своими ухабами, а в дождливую погоду еще и глубокими лужами. И это при том, что Нагорная – единственный путь, соединяющий 10 туристических баз с поселком. Особенно сложно здесь проезжать большим автобусом с туристами или, к примеру, пожарной машине. Власти ремонтировать дорогу не собираются, ведь по документам ее просто не существует. При этом и местным предпринимателям расширять дорогу и ремонтировать не позволяют. Участок не узаконен. Все владельцы соседних баз готовы за свои средства узаконить эту дорогу, но администрация почему-то тянет время и под различными предлогами. Никак у нас не получается это сделать. Оказывается, проводить ремонтные работы на этом участке дороге категорически запрещено, ведь он находится в природоохранной зоне. И данный факт, по словам главы Алтайского района, владельцам Турбас известен. Поэтому я им предложил два варианта. Либо первый вариант, вы платите налоги, соответственно, бюджеты мы с этих налогов можем даже 95% отдать вам в обратном направлении, на дорогу вокруг ваших баз. И второй вариант, вы скидываетесь совместно и делаете дорогу за свой счет. Они пошли по второму пути и, соответственно, столкнулись вот с такой ситуацией. Дорога где-то пересекает природный парк Ая. При этом второй путь, который выбрали для решения проблемы, предложен был именно администрации района, подчеркивают предприниматели. Владельцы мелких Турбас дорожные работы начали, но вновь столкнулись с преградой. Узаконить дорогу на местном уровне им так и не дают. Теперь собственники Турбас обратились в краевое правительство с просьбой дать оценку действиям районных властей. Ирина Харитон, Николай Шелко. Наши новости. В муниципальном общественном транспорте Рубцовска с сегодняшнего дня увеличилась стоимость проезда. Тарифы уравнялись тарифами частных автоперевозчиков. Теперь жители Рубцовска будут платить за проезд в городском автобусе вместо 18 рублей 20. Увеличилась цена билета и на садоводческих маршрутах с 26 до 30 рублей. А вот стоимость проездных билетов для школьников и студентов осталась прежней. 12 гектаров леса очистят в районе Белокурихи за счет курортного сбора. Работы планируют полностью завершить в течение месяца. Чтобы расчистить 9 участков лесного массива, администрация Белокурихи задействовала 30 человек. Им предстоит убрать валежник, удалить мертвые деревья и кустарники. По словам тех, кто руководит уборкой, это не навредит экосистеме леса, так как сами корневища вырубленных деревьев не планируют тревожить. Мы не трогаем абсолютно те основные деревья, которые у нас здесь произрастают. Это береза, сосна, рябина, если в хорошем состоянии. А вот как раз клен, тот валежник, который уже образовался, да, мы давно уже не занимались этим моментом. И горы у нас подзатянулись, да, вид уже, ну, не совсем приглядный, так скажем, становится. Подобные работы проводятся раз в три года. Сейчас на эти нужды и средства, собранных с курортного сбора, выделили около 2,5 миллионов рублей. Напомню, всего за 4 месяца курортный сбор составил более 7,5 миллионов. Стали известны имена победителей 3-го Всероссийского театрального фестиваля имени Валерия Золотухина. 4 диплома из 12 забрали алтайские актеры. Подробнее Ирина Корчагина. Мощный, больной и в чем-то страшный спектакль. Так отзываются зрители о постановке «Мамаша Кураж» по пьесе Бертольда Брехта. На сцене Молодежного театра Алтая – московская студия певцов «Театр». В главной роли народная артистка России Ольга Дроздова. На театральный фестиваль Ирина приехала вместе с мужем, продюсером спектакля Дмитрием Певцовым. В ней конкурсный спектакль «Мамаша Кураж» – вишенка на торте Золотухинского фестиваля. Настоящий продюсер по дороге ворует в половину. А я потратил семейные деньги и пытаюсь их вернуть. Но я о них забыл, собственно говоря. Зато спектакль есть. К слову, за пять дней фестиваля зрители увидели сотни судеб и людских характеров. На разных театральных площадках Барнаула было сыграно 14 спектаклей. Три постановки представили Алтайские театры. «Зойкина квартира», «Обыкновенная история» и «Здравствуй, мама». Спектаклей много, и мы не могли на всех быть. Мы делились поровну. Поэтому большое такое жюри. И каждый раз, встречаясь после спектакля, с другой половиной, как? Все говорят, потрясающе. Вы знаете, честно, роскошно, замечательно. В статуэтке лучшая мужская и лучшая женская роли забрали актеры из Кемерово и Новосибирска. Зато за лучшие роли второго плана и лучший дуэт награждены местные таланты из Молодежного театра Алтая и Краевого театра драмы имени Василия Шукшина. По словам членов жюри, эта победа в очередной раз доказала, что Алтай живет и дышит театром. Ирина Корчегина, Николай Шилко. Наши новости. В новых условиях хоккей на Алтай впервые в истории готовится сыграть на другом домашнем льду. Напомним, из-за закрытия дворца зрелища спорта команда была вынуждена переехать на Жасминную-3 в современную Карандин-арену. До последнего было неясно, будет ли этот объект аккредитован для игр первенства в ВХЛ. Недавно там еще раз побывал представитель Российской Федерации Хоккея. В итоге с небольшими нарушениями ледовая площадка допущена до матча чемпионата. Алтай там отыграет минимум 4 встречи 5 и 6 октября с командой из Кургана, 9 и 10 октября с представителем города Орска. Правда, всех желающих болельщиков арена все же не сможет вместить. Количество посадочных мест ограничено. Напомним, на 9 октября намечено очередное судебное заседание под дворцу зрелища спорта. Более 100 тысяч рублей удалось собрать на лечение онкобольных детей Алтайского края. Общественная организация «Мать и дитя» совместно с журналом «Автограф» провели первый в регионе благотворительный аукцион среди своих друзей и партнеров. Подробности в сюжете Ирины Корчагиной. Три! Продано! На аукционе собрались известные и уважаемые люди города, те, которых объединяет щедрость, доброе сердце и желание помогать людям. Большой вклад в организацию внес в бизнес-журнал «Автограф». В рамках аукциона было выставлено 10 лотов. Свои полотна представили Евгений Октябрь и Василий Куксан. Алтайский музыкальный театр выставил уникальный эскиз к спектаклю «Баядера». Спортсмены Александр Ерохин и Сергей Шубенков предложили подорговаться за свою спортивную форму с автографами. Также были представлены пять шарнирных кукол, выполненных мастером по заказу партнеров журнала. Каждая кукла отражала идею, миссию компании-партнера. Это предложили автограф сами. Они просто позвонили и сказали, мы сделаем. Я сказала, давайте. Я просто хочу сказать, с Богом, и все прошло хорошо. В Алтайском крае Республики Алтай около двух тысяч детей со страшным диагнозом онкология. Часто у родителей нет средств на дорогостоящие лекарства. Одна упаковка может стоить несколько тысяч рублей. И, конечно, детям в больничной палате не хватает гаджетов для общения с внешним миром. Они помогают хотя бы на время забыть о болезни. Генеральный партнер аукциона «Банк Восточный» на протяжении восьми лет помогает тяжелобольным детям и сиротам. На этот раз банк вновь исполнил чью-то большую мечту. Наш банк имеет свой благотворительный фонд, он называет «Восточный». Мы постоянно помогаем детям. Сегодня мы как раз будем вручать ноутбуки детям с ограниченными возможностями. Свою спортивную футболку передал полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин. Кстати, жена барнаульского футболиста сама стала участницей аукциона, купив три лота. Один из них – кукла ручной работы. Хочу оставить дома. Мне очень понравилась идея куклы. Там углашеньки, можно посмотреть, там есть птички. И она сама такая милая. Я оставлю дома, ее буду любоваться. Всего за один вечер удалось собрать 115 тысяч рублей, которые пойдут на лечение детей. Для каждого участника аукциона приобретенная вещь станет гордостью, украшением интерьера, а главное – символом чистого сердца. Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. Наши новости. Дружные соседи, дружный микрорайон, дружные игры. Компания «Жилищная инициатива» провела спортивные состязания для жителей квартала «Дружный». Сразу несколько сотен барнаульцев оказались в центре праздника, прямо во дворе собственного дома. Они живут дружно. Большой праздник для самых маленьких. Подарок от компании «Жилищная инициатива». Конкурсы с призами, выступления музыкальных коллективов, сладкая вата и дегустация эксклюзивной вот такой черной пиццы. Ажиотаж среди детей был обеспечен. В самом центре площадки спортивные состязания. Оказалось, попасть мячом в девятку не так-то просто. Очень нравится. Чем? Ну, потому что он веселый. Потому что много ему детей, потому что весело. Здесь не было и не должно было быть проигравших. Каждый участник получил сладкий приз от компании «Жилищная инициатива» за одно праздничное настроение. Вот такие получились «Дружные игры» в самом дружном микрорайоне Барнаула. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Валар». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» – в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Жаркая погода практически на всей территории края сменится на прохладную и дождливую. Не выше 7 тепла синоптики обещают в Бийске и Алейске, 10 выше 0 в Славгороде и Тольменке, 11 – Белокурихе. В Барнауле ночью и днем возможен дождь, в ночное время не выше 8 тепла, днем до 13. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok